Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 16 апреля 2020 года. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 27 938 человек, за сутки оно увеличилось на 3448 человек. Всего в стране от коронавируса выздоровело 2304 человека. Всего в стране от коронавируса умерли 232 человека, а это 34 человека за последние сутки, что стало наибольшим числом с начала эпидемии. С 15 апреля в Москве и Подмосковье запрещено передвижение на личном и общественном транспорте без цифрового пропуска. В столице его можно оформить на портале мэрии, в области, с помощью специального приложения. Данный пропуск будут проверять в том числе на въезде в Москву и в муниципалитеты Подмосковья. В столице за период с 11 апреля составили более 9 тысяч протоколов на нарушителей режима обязательной самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса Кремль решил не проводить парад 9 мая. Точную новую дату торжеств власти пока не выбрали. В Москве вечером 15 апреля умерли еще семь пациентов с коронавирусом. Самому молодому из них было 36 лет, несмотря на то, что он не входил в группу риска, вирус тяжело поразил его легкие. Единственным регионом России, где не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, является Республика Алтай. Региональные власти объяснили это тем, что в регионе вовремя были приняты необходимые меры и введены ограничительные мероприятия. Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным университета Хопкинса, остаются США. Испания находится на втором месте, Италия — на третьем, Германия — на четвертом, Франция — на пятом. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели. Она объяснила это успехами страны в борьбе с эпидемией. Ограничения по социальной дистанции, работе гипермаркетов, гостиниц, фитнес-клубов и некоторых других учреждений пока остаются в силе. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова оказать России помощь в борьбе с коронавирусом и поставить в Москву аппараты искусственной вентиляции легких. Это произошло по прошествии немногим более двух недель с момента поставки российского медоборудования в Нью-Йорк. Справиться с инфекцией властей и страны пока не получается. Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней палаты парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлицеа, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлице предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатит от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан, от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц от 5 до 10 миллионов рублей.